В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. 10 ноября сотрудники органов внутренних дел России отметили профессиональный праздник. И учитывая тесное сотрудничество, мне очень приятно, что значительная часть сегодняшнего выпуска посвящена именно героическим людям в форме. Смотрите через несколько минут. В Касимове открыли памятник полицейским погибшим при исполнении. Была бы смелость, а подвиг найдется. Младший сержант Владислав Трубилов спас утопающего. Махинация не удалась. Направлено в суд уголовное дело по попытке крупного хищения нефтепродуктов. В преддверии дня сотрудник органов внутренних дел в селе Криуша прошли масштабные соревнования по боксу. В этом году шефство надспортивной школой разделили отделы МВД по Клепиковскому району и областная организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В открытом районном турнире приняли участие более 50 молодых спортсменов из нескольких районов. На ринг выходили и опытные боксеры старшей возрастной категории и совсем юные ребята 2007 года рождения. За волю к победе, за лучшую технику, за мастерство. Кажется, никто из участников не остался без внимания. Опытные боксеры единогласно признали турнир красивым. Для развития спортивных достижений Клепиковского клуба бокса начальник регионального МВД Николай Пилюгин вручил тренеру Анатолию Сорокину сертификат на проведение сборов на базе «Динамо» в поселке Сынтул. Ежегодно в России при исполнении служебных обязанностей погибают сотни полицейских. Вот сухая статистика. В 2010 году МВД России потеряло 410 сотрудников. В 2011 и 2012 годах эти цифры превышали 300 человек ежегодно. В прошлом году, хотя и существенно снизились, но все равно оставались недопустимо высокими. Фактически ежедневно в России гибнет один полицейский, еще несколько получают травмы и ранения. В большинстве случаев это происходит при задержании преступников и при нападении на полицейских. Эти факты мало о чем говорят обывателям, но для отдельных членов семьи, потерявших близкого человека, за каждой пулей стоит целая судьба. На церемонии открытия памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, которое состоялось в Касимове, было много сказано о чести, достоинстве и значении народной памяти. Это не вернет людей, но впишет их имена в историю региона. Инициатива воздвижения монумента принадлежала руководству и личному составу Касимовского подразделения полиции при содействии общественных советов и Совета ветеранов МВД. Хотелось бы обратиться к родственникам наших погибших и высказать им глубокие слова благодарности, искренней признательности и выразить полную поддержку всего нашего личного состава. Традиционно в эти дни возлагают цветы и на аллее героев. Мемориал новогражданского кладбища посетили Николай Пилюгин, сотрудники строевых подразделений рязанской полиции, ветераны МВД, родные и близкие погибших. В жизни всегда есть место подвигу, особенно если изначально выбираешь мужественную профессию. На этой неделе местным героем стал младший сержант полиции Владислав Трубилов. 22-летний уроженец и житель Касимова закончил обучение в Центре первоначальной подготовки регионального МВД совсем недавно, но с твердой установкой выполнять свои обязанности добросовестно и оперативно. Я с детства мечтал работать в органах внутренних дел. В семье никто не работал, взрослых тоже. Решил как бы сам, после армии. 3 ноября сотрудник взвода патрульно-постовой службы полиции, младший сержант Владислав Трубилов, вместе с напарником вышел на дежурство по патрулированию улиц в Центре Касимова. В предпраздничный вечер по набережной Аки гуляло много людей, и справедливо можно назвать чудом, что крики о помощи вообще кто-то услышал. Вот то самое место на пристани, где человеку оказывали первую помощь. Спустившись на дебаркадр, сотрудники полиции заметили в реке человека. Как выяснится позже, 29-летний житель Касимова, прежде чем оказаться в воде, переборщил со спиртным. Мы быстро побежали к нему. Пару минут он держался на воде, потом уже, так как на нем была одежда, силы уже закончились с него. Я принял решение, снял бы ушлат, верхнюю одежду, расширнулся и прыгнул за ним. Полицейские вытащили бедолагу на берег и отвезли в больницу. Врачи заверили, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает. А его спаситель уже на следующий день снова вышел на дежурство, и свое купание комментирует скромно. Вода там, то есть холодная, не такая уж теплая погода на улице. За самоотверженные действия по спасению топающего руководства межмуниципального отдела МВД России Касимовский представила Владислава Трубилова к поощрению. С тех пор, как банки один за другим начали лишаться лицензии, руководство и вкладчики лишились сна, мучаясь вопросом, кто следующий. На днях в этом списке появилась еще одна позиция – Руславбанк. В Центробанке это решение аргументирует неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, Руславбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым риском резервов на возможные потери посуды. Сюда же добавилось несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно данным регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Стоит добавить, что на счетах банка находится более 18 миллиардов рублей средств безлиц. К другим темам. Следователи регионального МВД направили в суд уголовное дело по попытке крупного хищения нефтепродуктов. Как выяснили следователи, житель областного центра, в прошлом работник нефтеперерабатывающего предприятия, объединил в преступный умысел 8 своих бывших коллег. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и образованием, спланировали кражу ловушечного нефтепродукта из резервуаров цеха АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». В дальнейшем похитители собирались организовать канал сбыток радиного топлива. Необходимо учитывать, что каждая незаконная врезка – это не только прямые потери от хищения нефти, но и затраты на последующий ремонт, ликвидацию разливов. Это репутационные риски, связанные с задержкой поставки и ухудшением качества нефти. По различным оценкам, суммарные потери от хищения составляют 5-10 миллионов тонн нефти в год. Это 1-2% от общего объема производства нефти в России. Только прямые экономические потери для нефтяных компаний оцениваются в миллиарды рублей. Прибавьте к этому косвенные. Сегодня мы расскажем об уголовном деле, которое могло быть тоньше на несколько томов, если бы не секретность. Маньяк Завен Алмазян орудовал в соседних городах, но даже следователи ничего не знали о параллельных производствах и не располагали единой базой улик и ориентировками. А ведь преступник был практически пойман уже после первого происшествия. Если бы после неудачного опознания Алмазяна провели судебно-биологические экспертизы по трём ростовским эпизодам, то стало бы понятно, что они имеют одинаковую групповую принадлежность. Найденные микроволокна совпадают, а у подозреваемого нет алиби. Он совершает нападение на одну из девушек, насилует её, после этого совершает ещё два нападения, и во время третьего изнасилования он теряет на месте происшествия свой студенческий билет. Но 18-летнему парню, который за кавказской внешностью выглядит на 15 лет старше, верят на слово и отпускают. В Завен Алмазян. Он родился в Ростове, в обычной армянской семье. Учился в школе, занимался вольной борьбой, научился делать удушающие приёмы, которые потом в его преступной деятельности нередко и применял. Есть информация, что отец Алмазяна был довольно жёстким и требовательным человеком. А мать сына любила, работала официанткой и всегда имела с десяток поклонников. Этот синий вечер летний загружил меня. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметает грустным вальсом зал, Что любовь такой бывает, прежде я не знал. Именно после выпускного бала в 68-м году Завен рассчитывал потерять невинность. Но в последний момент девушка отказала. А позже от одноклассника Алмазян узнал, что в ту самую ночь после выпускного она всё-таки не удержалась и отдалась другому. И это открытие настолько разъярило Завена, что он моментально возненавидел женщин. Впрочем, современные специалисты склонны считать подобную жестокость врождённой потребностью. Принцип у него был один. Он в безлюдном месте подходил к девушкам, подставлял к лицу нож и говорил, что её проиграли в карты. После чего насильно уводил её куда-то там в кусты, в заросли, где совершал изнасилование. Убивать своих жертв преступник начал позже. А чтобы окончательно отвести от себя подозрения, пошёл на хитрость. Он пошёл в военкомат и попросился в армию. Сказал, что хочет служить. Ну и военкомат его с радостью отправил в армию. Алмазян попал в одну из воинских частей в городе Ворошилвограде. Завен обустроился в свинарнике, куда сам же и попросился. Запах там, конечно, был тот ещё. Но зато не обязательно было ночевать в казарме. Плюс минимальный контроль. Он мог незаметно исчезать из своего свинарника, из воинской части, совершать изнасилование и возвращаться назад, чтобы его никто не видел. Так и происходило. Первое нападение он совершил в марте 70-го. Детали преступления до мелочей совпадали с теми, что происходили несколькими месяцами раньше в Ростове. Нож, удушающий захват сзади, слова про карточный долг. Жертвой стала 17-летняя девушка. Рядом с трупом эксперты нашли обрывки тесьмы, которыми убийца связывал руки, и обрывок вафельного полотенца в качестве кляпа. Но в качестве трофея преступник забрал золотые часики. Но луганские милиционеры об изнасилованиях в Ростове понятия не имели. За следующие две недели было совершено 6 нападений на женщин. Все они были настолько схожи по обстоятельствам, что самому отъявленному скептику луганской милиции стало понятно, в городе орудуют серийные убийцы. Милиционеры пошли на отчаянный шаг. На улице вышли сотни девушек, которые выступали приманками. И 16 мая 1970 года одному такому патрулю улыбнулась удача. В тот день был практически с поличным во время попытки нападения. Задержан 30-летний Виталий, тоже насильник, но, как оказалось, не убийца. По показаниям потерпевших на вид, луганскому насильнику было около 30-35 лет. Он широкоплечь, лицо продолговатое, смуглое, одет в светлый хлопчатобумажный плащ, белую фуражку и темные брюки. Три уголовных дела наконец соединили в одно. Алвазян стал действовать уже в малолюдных местах Варшалограда, на окраинах, там, где дружинников практически не было. 30 июня насильник напал на 13-летнюю Катю. Девочка закричала, набежали отдыхающие, и перепугавшийся педофил ринулся в воду, оставив на берегу свои вещи и часы полет. Экспертиза показала, часы недавно ремонтировали. Но похожих квитанций оказалось 30 тысяч. Однако один из владельцев часов почему-то сразу признался, что он и есть тот самый педофил, некий гражданин Буров. Так в деле появился новый подозреваемый. Но в тот же вечер подобное нападение повторилось, а значит, убийца на свободе. Выжившие девушки попадали в больницу в состоянии клинической смерти. Израненные и напуганные они не запоминали деталей. На одном из мест происшествий преступник забыл свой пиджак. Следователи выяснили, на пуговицах следы сургуча и кроличьей шерсти. Началась отработка всех кролиководов и сотрудников почты. Но все тщетно. А потом в милицию пришло анонимное письмо. Автор утверждал, что знает, кто скрывается под прозвищем «Луганский маньяк». Это якобы был ранее судимый за изнасилование мужчина. Но тщательное изучение жизни подозреваемого показали его полную непричастность. Автора самой анонимки не нашли. Однажды в качестве кляпа преступник использовал обрывок простыни, на котором остался фрагмент штампа воинской части. Изучив находку, эксперты выяснили – это цифры 9 и 6. В городе оказалась только одна такая часть. В нее под видом политработника перевели засекреченного сотрудника. Он выявил несколько административных правонарушений. Например, то, что заместитель командира части толкает налево спальные принадлежности и обмундирование солдат. А маньяк готовил новый удар. У одной из жертв преступник похитил красную кофточку, надел ее задом наперед, чтобы она стала похожа на мужскую. И в таком виде отправился на убийство, рассчитывая, что дружинники далеко от этого района. Но он просчитался и был пойман. Задержали 5 человек, 5 мужчин. И среди этих 5 был как раз и Завен Алмазян. И так получилось, что женщину, которую он напал, не успел убить, в общем-то она его опознала. Алмазян признался только в одном – он находился в самоволке. И, видимо, не ожидал, что его сразу выдаст красная женская кофточка. В бытовке при свинарнике нашли разные вещи, принадлежавшие убитым девушкам. Алмазян пытался подать прошение о помиловании, но оно было отклонено. И в 1973 году преступник был расстрелян, а дело на долгие годы засекречено. Я напомню, что всю телевизионную продукцию компании в любое время вы найдете на нашем сайте. А у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин